Завершился второй международный свято-владимирский фестиваль православного пения «Просветитель». Как говорят участники фестиваля, хоровое пение – это то, что может и способно примирить многие народы. И данное мероприятие объединило много стран, чтобы восславить Господа нашего Иисуса Христа и возродить традиции народов мира в православном пении. На сцене сводный хор участников международного фестиваля православного пения «Просветитель». Дирижер, он же и художественный руководитель Филипп Чижевский. За два дня музыкального международного события на сцене побывало 11 коллективов. Особенно отмечу то, что у нас по сути нет повторений. То есть каждый коллектив абсолютно самобытен и у нас нет двух одинаковых. Каждый представляет свою национальную культуру, показывает особенности исполнения духовной музыки, которые присущи именно им. Высокопрофессиональные коллективы, выстроенная драматургия всей программы. Была продумана каждая деталь. Все рассчитано до мелочей, до шурупов, говорят организаторы. Они начали готовиться к данному музыкальному православному событию года за 9 месяцев. И в этом году еще, что я считаю, главной особенностью является звуковое оформление. Оно уникальное, площадка полностью покрыта звуком, 25 микрофонов работает. Один звук только коллеги выставляли из команды. Три дня только вешали микрофон, вы можете себе представить. Очень хотелось, чтобы ощущение было как в храме, несмотря на то, что мы находимся на открытой площадке. Сейчас церковь имеет такую свободу благовествовать мир Христов. И думаю, что в святых обителях, у их стен, по крайней мере, могут проходить такие церковные, культурные мероприятия, которые служат для всего народа, чтобы они также как-то шли к Богу и познавали те бытийные вопросы, которые беспокоят каждого из нас. В течение двух дней хоры из разных стран исполняли старинную духовную музыку и сочинения современных авторов. Все концерты были бесплатными. Заключительный день фестиваля православного пения «Просветитель» особенно ярко продемонстрировал национальные особенности и традиции духовного пения. Продолжение следует...